Тагуардиан, Великобритания, причиной вымирания неандертальцев могло стать обычное невезение. Ian Semple, Тагуардиан, Великобритания. 28 ноября 2019 года. Может, это и не наша с вами вина. Исследователи, изучающие причины вымирания неандертальцев, сделали вывод о том, что наши дюжи и густобровые родственники могли исчезнуть по причине обычного невезения. К моменту появления современного человека в Европе и на Ближнем Востоке популяции неандертальцев была настолько мало, что они могли исчезнуть по причине родственного спаривания, естественных колебаний рождаемости, смертности и соотношения полов, утверждают ученые. Их выводы говорят о том, что первый современный человек, попавший в Европу, ни в чем не превосходил неандертальцев, как утверждают некоторые специалисты. А по всему все, кто чувствует себя виноватыми в исчезновении родственного вида, получили достаточно оснований, чтобы снять с себя груз вины. Стандартная история заключается в том, что гомо-сапиенс вторгся в Европу и на Ближний Восток, где проживали неандертальцы. А потом мы превзошли их как по уму, так и по численности, сказал Крист Визин, Крист Вайсен, работающий в Эндхевенском технологическом университете. Главный вывод нашей работы состоит в том, что для исчезновения неандертальцев люди не понадобились. Скорее всего, им просто не повезло. Ученые в большинстве своем согласны с тем, что неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет назад после того, как современный человек 20 тысяч годами ранее начал волнами мигрировать из Африки. Но остается неясным, почему вымерли неандертальцы, и какую роль в этом сыграли наши предки, если они вообще были к этому причастны. Неандертальцев часто изображают примитивными, коренастыми родственниками современного человека. У них был похожий на человеческий мозг и богатая культура. Они пользовались сложными каменными орудиями, создавали раскрашенные ювелирные изделия. Одну испанскую пещеру они украсили богатыми рисунками, заставив современного человека ломать над ними голову много лет спустя после своего исчезновения. Чтобы понять причины вымирания неандертальцев, ученые смоделировали эволюцию этой популяции на протяжении 10 тысяч лет, приняв во внимание три важных фактора. Первый фактор – это родственное спаривание, идущее во вред здоровью вида. Второй фактор – это так называемый эффект Оли, согласно которому маленькие популяции не растут из-за ограниченного выбора партнеров для спаривания, а также из-за того, что у них слишком мало людей для охоты, защиты еды от других животных и воспитания детей. Третий фактор – это естественные колебания рождаемости, смертности и соотношения полов. Такая модель показывает, что неандертальцы вряд ли могли исчезнуть из-за одного только родственного спаривания. Однако родственное спаривание в сочетании с эффектом Оли и естественными изменениями популяции вполне могло к этому привести. Когда пришел современный человек, численность популяции неандертальцев составляла от 10 тысяч до 70 тысяч соды. Они могли исчезнуть в любом случае, сказал Визин. Это больше похоже на то, что мы видим у других видов гоминид. Это естественный процесс. Виды исчезают. Ученые на страницах научного журнала PLOS ONE, PLOS ONE, написали об одном сценарии, в котором современный человек виноват, по меньшей мере, отчасти. Прибыв в Европу, он мог еще больше изолировать различные группы неандертальцев, сделав их более уязвимыми для гибели от естественных факторов, смоделированных учеными. Это никак не связано с конкуренцией или превосходством. Это в большей степени вызвано фрагментацией ареала обитания, сказал Визин. Археолог из Йоркского университета Пенни Спайкинс, Пенни Спикинс, сказала, «Мы знаем, что популяция неандертальцев уже была маленькой, разрозненной, и страдала от родственного спаривания. Их вымирание вполне можно объяснить только этими факторами. Но неандертальцы могли выживать на протяжении тысяч лет, пока какой-нибудь удар судьбы не нарушил точку равновесия и не привел к их исчезновению. Однако дебаты на эту тему будут продолжаться еще довольно долго», — говорит доктор Спайкинс. «Ученые выстраивали свои модели популяции неандертальцев на основе групп современного человека, но между ними есть биологические различия. Мы пока не понимаем в полной мере эти эффекты, и поэтому было бы преждевременно освобождать себя от ответственности за вымирание сородичей», — сказала она. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.